привет друзья прогуливаясь по паризу порой можно встретить ту или иную знаменитость будь то политик киноактер писатель художник неважно кого можно встретить если поезде даже можно подойти к нему и поговорить но есть одно место где вы знаменитых это знаменитых любую встретите точно стопроцентно и даже можете подойти поговорить с ним здесь свою душу вот причем неважно на каком языке будет то французский английский русский у вас выслушает политик это лично предназначена правда ответить он не сможет к сожалению потому что он умер а находится он на кладбище есть такое известное французское кладбище парижское кладбище перлашес в миру называется восточное кладбище но его еще называют городом мертвых именно туда я сейчас хочу пройтись пока время есть у меня для назначенного рандаву хочу пройтись посмотреть на данные познакомиться лично скажем так с бальзаком и диспиаф амадео модельяне и другие там их знаменитости заодно покажу их вам пошли вдоль забор и кладбище стоит такая мемориальная доска именами всех погибших во время войны и завершать ее такая надпись всем погибших во время большой войны от париза и у детей в этом город мертвых вместе с печали и скорби семейные хлебы я не скажу что вместо сильно популярные у туристов как например нотр-дам-де-пайрис или или филе башня посетителей достаточно она и понятное место не самое радостное конечно и даже проводить экскурсии для школьников немало видел групп детей которые групп который под присмотр взрослых ходят и мне направо это к могиле джима морисона джим морисон это как вы знаете американский рок-певец один из самых харизматичных рок-певцов своей эпохи родился и жив в америке но скончался он поверните направо это могила джима морисона или здесь отрядом дерева них которого облеплен жвачками делали специально такое защитное сооружение потому что иначе вы дерево вы уже облепили вы недолгую жизнь гнен сколько 28 лет было на тебя пойдет 43 тему мир 51 году кто поставил даже виски женщин готовит в кладбище у меня это 200 лет официально открытие 200 лет за дверь до два столетия здесь похоронено пусть были 70 тысяч человек и я так понимаю здесь приходят и приходит видит поток людей могиле джима морисона люди ходят фотографируются я хочу пройти сейчас посмотреть еще другие места сейчас по карте посмотрю кто здесь поблизи вот это на арбанзак на модель модельяне и дпф и другие постараюсь побольше посетить мест отдать дань уважения вот оно место упокоения знаменитого композитора а это памятник великому французскому художнику иван динон смотрите вот это памятник великому французскому художнику иван динон в 1747 вот 1825 художник писатель египтолог благодаря ему имеет место нынешний в музей ловар я так понимаю где их в курсе мы пойдем дальше же там видите в памяти погибших с лагерем Молотхазом а в лагерь был заключен 180 тысяч мужчин и женщин 154 тысячи были убиты посредством гада, расстрела и повешения и вот еще памятник погибших с лагерем в Холденбург памятник всех испанцев погибших за свободу период 1935-1945 года они говорят, что под этим камнем покоится урна с пеплом погибших в лагере Ноенгейм они погибли, чтобы мы могли жить это погибшим в Бухенвале это погибшим в Бухенвале это погибшим в Бухенвале еще один памятник с жертвам фашистского фарварства погибшим в лагере Алашвитс это памятник с запахом холокоста а это место упокоения известной певицы Эдит Пиаф точнее не только она здесь захоронена, а ее семейство то есть вот она Луис Альфон Котюн мадам Ламбукас она же Эдит Пиаф и Теофан Ламбукас он же Теоса Сарапов Эдит Пиаф одна из знаменитых певицей истории но он же Нерегретториан помните эту песню? я ни о чем не жалею здесь написано Эдит Певица певица, которая всегда актуальна начинается дождь даже уходить собирался и смотрю какая-то женщина цветами в руках стоит ждет ищет кого-то не ждет, а ищет я откликнул говорю вы кого-то ищите? она на французском ищет она так на полу английском на полу французском говорит еще могила Виктора Нуах это говорит такой журналист ну думаю, если журналист то не имеет интереса я с собой поискал через Гугл-карты нашел мы пойдемте вон там и вот мы пошли нашли это машину она говорит, что журналист я говорю, что совершенно журналист а она попала а английскandra говорит даааа в leaf Русский журналист, она такая связь. Так вы что, на русском говорите? Не, она рассказала мне. Тамое интересное, посмотрите, где у него все труд. Вот это вот место ему все труд, потому что когда погиб и привезли его на вскрытие, у него нагрегат был в рабочем состоянии, так сказать. А убил его некий какой-то дворянин за то, что он написал про него статьи. То есть видите, в 19 веке за статьи уже убивали. Вот так вот, я говорю, а что это да это? Ну это типа даст, привлечет мужчину, по третий вы просто. Я говорю, а не, мне мужика не надо. Кому нужен мужик кто-то трет? Вот такая вот история получилась. Все это место за один раз не обойти. Поэтому на сегодня я вот часа два походил, мне уже надо идти навстречу. К сожалению, я многие места не успел посетить. Придется в следующий раз уже заехать. И в следующий раз делаю продолжение уже более такое интересное. А сейчас иду на выход. Я надеюсь вам видео понравилось. Так что поставьте лайк, скиньте его друзьям. Может быть тоже посетите это место. И напишите свои комментарии об увиденном. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok